Здравствуйте, вот чудеса оптики у нас сегодня по программе, а заниматься будем акустикой. Что между ними такого общего вдруг оказалось, что будем мы ее под заглавием чудеса оптики рассуждать о ней? Ну, как вам сказать, значит, особенно ничего такого-то и нет в них общего, ну, кроме пустяков. Ну, вот, например, и свет, и звук это волны, да? Ну, волны, правда, немножко разного порядка, на первый взгляд. Что такое звук? Вот звук, который идет у нас в газе, да? В газе, это, простите, в воздухе. Это я так по-научному говорю вам про, значит, так сказать, воздух. Это волна сжатий и разрежений, да? Вот такая вот волна. Вот хлопок идет, значит, некое такое уплотнение газа, молекулки друг к другу, значит, прижимаются сильнее, передается это уплотнение в следующий элемент пространства и так далее. Волна движется, расширяется. При этом молекулы трутся друг от друга, и волна затухает. Вот так вот в простейшем случае выглядит колебание воздуха. Значит, волны звуковые тоже преломляются. То, что не отражается, это вы знаете. То, что они преломляются, ну, как сказать, наверное, должны догадываться. Потому что их коэффициент преломления очень... Сам процесс преломления звуковых волн, их движения, их диссипации, то есть поглощения, и их, как сказать, дисперсия, очень похожи на процесс движения оптической волны, электромагнитной волны. Я вам в свое время говорил, что электромагнитная волна потому преломляется, что существует поляризация среды. Среда под действием электромагнитной волны поляризуется. В ней диполи, как вы знаете, диполи это заряд, так сказать, пара зарядов положительной, отрицательной. Диполь определенным образом ориентируется. Старые люди говорили диполи иногда, но вообще диполь. Вот. В воде, помните, я вам говорил, роль диполи играют молекулы воды. Они похожи на чебурашки с заряженными ушками и положительно заряженными ушками, отрицательно заряжены мордочкой, подбородком, скажем так, да. И вот они, значит, по такого рода полярные молекулы ориентируются в электромагнитном поле. А когда речь идет о звуке, то тут происходит не ориентация, а сжатие, уплотнение какое-то, сдвиг из положения равновесия молекул газовой среды. Они не переносятся от меня к микрофону, скажем, от рта к микрофону. Они молекулы не переносятся, а просто придется уплотнение. Толкнули одни других молекулы, да, расширяются опять, а волна уплотнения передается все дальше, дальше, дальше и дальше. И вот то же самое происходит. На одних частотах молекулы быстро реагируют. Быстро уплотняются, расширяются. На других частотах медленнее реагируют. Поэтому получается дисперсия звуковых волн, их преломление, в зависимости от плотности. Вот то же самое, видите, вот можно так вот крикнуть, и вас не услышат. Воздух уйдет, значит, звук уйдет вверх. Вот этот вот кричит в рупор товарищ, а его никто не слышит. А другой товарищ в рупор кричит, волна вот так вот прошла и сюда попала. Вот здесь, например, человек, если бы находился, он слышал вот товарища, который справа кричит, да. А товарищ, который слева кричит, он бы не слышал. Ну вот так вот. Вот за счет, значит, преломления звуковых волн в атмосфере. При наличии, скажем так, ветра, например. Да, вот такое вот преломление звуковых волн в атмосфере. Такие звуковые коридоры бывают. Бывает, канонаду слышно на большом удалении, а вот на среднем удалении канонаду, это артиллерийская канонада, ее не слышно. Это играет не последнюю роль, скажем, в звукоизоляции квартир, да, такого рода вот движения звука. Значит, на одних этажах очень хорошо слышно звук движущихся автомобилей, на других, значит, нехорошо слышно, не слышно звук автомобиля, там хорошо. Ну вот такого рода вот эффекты не тема нашего разговора. Мы говорим о чудесах, которые связаны со звуком. Не тема нашего разговора и, скажем так, знаете, что вот акустика музыкальных инструментов. Это очень интересная вещь, она очень хорошо математизирована, эта акустика. Вот что такое акустика или какого-нибудь музыкального инструмента? Любой музыкальный инструмент в той или иной форме – это резонатор для звука, да? Ну вот простейший такого рода резонатор – это, наверное, труба в органе, да? Вот в этом вот органе, в трубе звуковая волна распространяется, звуковая волна с определенной частотой, определенное количество раз в этой трубе укладывается, и хорошо, так сказать, в ней, вот она ей хорошо, она резонирует сама с собой, вот играет эта волна, вот хорошо звучит этот тон, да? То же самое частоты колебаний различных объектов в зале не должны совпадать с частотами вот этих вот музыкальных звуков, которые могут распространяться там, да, вот певцы, музыкальные инструменты, просто говорящий человек, актер там или, я не знаю, что там, громкоговоритель в конце концов, так сказать, когда под фанеру поет. Все это не должно, скажем так, с ним резонировать, да? То бывает, кто-нибудь играет на фортепиано, а там, значит, инвентарный номер резонирует, в какой-то момент с каким-то звуком входит в резонанс. Вот этого ничего не должно быть. Вот в этом заключается искусство того, кто делает, значит, внутреннее помещение в музыкальном театре, скажем, каком-то. Вы говорят, вот этому удалось сделать, тут хорошая акустика, а вот тут плохая акустика, да? Ну, вот такого рода вещи. С чем связана частота колебания? Фактически с размерами объекта, который колеблется. Вот помните, как вот маятник какой-нибудь длинный, да? Вот длинный маятник, подвешенный под куполом Исаакиевского собора, больше он там не подвешен, имел очень большой период колебания, вот так вот длинно-длинно двигался. Маятник, кстати, длиной около метра имеет колебание, период колебания как раз одна секунда, да? Вот, одна секунда колебания. Короткий маятник, быстро колебания, помните, часы такие бывают, так сказать, ходики, там быстро идут колебания. Поэтому, например, детский голосок, он какой-то тоненький, и вот очень мало есть детей маленьких, которые умеют свистеть. Вот он и не получается. Почему? Потому что вот эти его размеры, губ, ротика, вот такие маленькие, что в них может свист только возникать, ультразвуковой, который нам не слышен. У него так он тоненько говорит, да? А еще и свистеть будет, свист будет еще тоньше, потому что ротик у него маленький. Маленькие все размеры. А по мере взросления размеры увеличиваются, голос становится более таким, значит, низким. Ну вот, то, что у женщин голос более высокий, чем у мужчин, это говорит о том, что размеры их, вот этого акустического аппарата другие, чем у мужчин. На эту дему целая наука существует, как сделать человека таким, чтобы у него голос лучше было слышно, да? Вот у них есть всякие понятия, там, вибрато или отсутствие вибрато, слово такое вибрато. У них вот как-то грудная клетка у кого-то колеблется, у кого-то не колеблется, вот. Говорят, что, так сказать, тенору нужно иметь пустую голову для резонанса. Вот так говорят, мне говорил, рассказывал один бас, да, он сам по себе бас, а вот у тенора, должна быть, говорил, он пустая голова. Вот. Ну вот всякие там звуковые наши аппараты, да, все вот эти вот резонаторы, ну, я вам только так для примера их привел. Не о них наш разговор будет, вот. Это вот, кстати говоря, у птицы, видите, вот этот вот птичий резонатор. Видите, какой он длинный горлышко, и то здесь все даже не поместилось на картинке, вот оно, вот какое. А это вот, по-моему, резонатор человека, короткий, да, вот, соответственно, все эти размеры как раз и говорят нам о том, каков должен быть резонанс. Ну что, человечий оставим или птичий? Пусть он у нас, пусть у нас птичий резонатор украшает вот наш дальнейший разговор о звуках. Так, значит, звуки разных музыкальных инструментов, это чтобы закончить со всеми этими звуками такими обычными, что вльются в уши нам, и перейти к необычным всяким звукам. Они, вот, тон зависит от формы резонатора. Понимаете, вот богатство этих резонансов, которые там могут быть, спектр сложения, да, вот, вот это как раз и дает нам тембр звука, да, вот такое богатство, насыщенность, сколько много разных обертонов, тонны, обертоны, вот такие вот всякие слова. Вот это вот зависит от формы резонатора. По-стариковски люди это подбирали раньше, просто методом проб и ошибок, тайны мастеров, станки старых, скрипичных, это вот из этой области все было. Сейчас это можно все обсчитывать, в принципе, на компьютере, в принципе, потому что придется решать очень сложные дифференциальные уравнения. Не все коэффициенты в этих дифференциальных уравнениях легко определить, то есть в него входят характеристики тех материалов, из которых изготовлена скрипка, да и вот так вот. То есть в принципе-то вроде можно, но реально практически никто этого не делает. Ну вот во всяком случае до недавнего времени, это правда не к музыке имеет отношение, чтобы вы поняли, насколько, почему можно делать то, что не может рассчитать наука, да. Вот скрипичный мастер делает скрипку, хотя это не расчетный случай. До недавнего времени, может сейчас уже и существует, не существовало математической модели прямохождения человека. Хотя, значит, люди даже без всякого образования, в большинстве своем умеют ходить на двух ногах, вот это вот прямохождение двуногого. Такой, значит, математической модели не было, да. Вот, но люди как-то вот научаются ходить без всякой математической модели, не рассчитывают, как им надо сгибать какие суставы, чтобы, значит, не потерять равновесие. Все успешно делают. Ну так вот, речь у нас пойдет не об этих звуках. Дело в том, что звуки чем-то подобны электромагнитным колебаниям. Есть определенная разница. Какая разница? Электромагнитные волны – это волны поперечные. Вот слово такое несколько неожиданное. Электромагнитная волна. Это она как распространяется? Помните, я говорил вам. Это два поля электрическое и перпендикулярные к нему магнитные поля. То есть, в принципе говоря, электромагнитные волны можно поляризовать. Вот звук, звук, звук в воздухе поляризовать нельзя. Он не поляризуется. Электромагнитные волны, например, волны электромагнитного радиоизлучения, они поляризуются. И вот, кстати, иногда бывает, вот телефон, когда вы держите около уха, мобильной связи, вот так вот что-то не слышит он. А повернете его перпендикулярно. На пределе слышимости у вас, так сказать, на краю зоны обслуживания, так сказать, сотой вы находитесь, может быть. И, может быть, поймаете ту поляризацию, которая есть. Может быть, в этом месте как раз горизонтальная поляризация волны есть. И вот вы на этой горизонтальной поляризации сможете продолжить ваш телефонный разговор. Может так вот получиться. То есть, вот имейте в виду такое практические сведения, которые вытекают из знания физики радиоволн. Так вот, волна звуковая в воздухе, она не поперечная, она продольная. Продольное сжатие идёт. В твёрдых телах волна может быть не только продольной, но и поперечной. Понятно. Помните, да, как вот вы ударили по железяке, она вибрирует, да? Да, вибрирует она. Она вот поперечно изменяется её положение. Вибрация происходит вот в этой самой железке. Поэтому, в частности, в старое время, когда пытались объяснить свойства электромагнитных волн, то есть, света, колебаниями эфира, всемирного, так сказать, эфира, заполняющего Вселенную, когда выяснилось, что электромагнитные волны поляризуемы, существует их поляризация, то люди поняли, что вот эти вот эфиры, которые заполняют Вселенную, никак не могут быть газом. Это в обязательном порядке твёрдое тело, потому что только в твёрдом теле могут существовать поперечные колебания звуковые, да? То есть, вот эта теория эфира предполагала, что свет и всякие иные колебания, которые мы сейчас называем электромагнитными, суть колебания вот этого эфира, заполняющего мировое пространство. И вот когда оказалось, что эфир должен быть твёрдым телом, твёрдым, обладать свойствами твёрдого тела, то как-то вот желание следовать этой механической модели, оно постепенно у людей стало пропадать. Пропадать стало. Но, однако, тот математический аппарат, что был наработан для электромагнитных волн, он очень хорошо может быть использован в акустике. Вот давайте-ка на эту тему поговорим. Что у нас характерно для электромагнитных волн? Вот эта фраза такая, дуализм, волна-частица. С одной стороны, это колебания электромагнитные, то есть волны электромагнитные, а с другой стороны, говорили мы, это частицы. Частицы, которые мы называли фотонами. Вот это называется квантование электромагнитного поля. Электромагнитное поле квантуется, как говорят, да? Квантуется электромагнитное поле, то есть электромагнитные колебания могут быть представлены как суперпозиции мелких порций энергии, которые вот так вот колебательным образом передаются. На этом основана была целая наука, объясняющая излучение абсолютно чёрного тела. Вот слово такое абсолютно чёрное тело, знаете, какое тело наиболее близко к абсолютно чёрному, из тех, с которыми мы можем, так сказать, непосредственно понаблюдать. Вот оказывается, самый хороший из доступных каждому практически человеку модели абсолютно чёрного тела является Солнце. Вот Солнце — это как раз абсолютно чёрное тело. Что за такой объект абсолютно чёрное тело? Это тело, которое всё излучение, что на него падает, поглощает, и всё. А излучает оно столько, сколько положено ему излучать в соответствии с его температурой. Горячие чёрные тела, они хорошо излучают. Солнце очень горячее чёрное тело. Оно такое горячее, что наружные, даже наружные области этого Солнца, они сильно очень ионизированы. И поэтому любое электромагнитное излучение, которое на них падает, оно поглощается, поглощается, оно не отражается. Помните, я вам рассказывал про то, какой Вселенной была в первый миллион лет своё существование. Она была полностью ионизирована. И излучение оптическое, и вообще любое другое электромагнитное, там не могло существовать, распространяться. Мы видим, мы можем фиксировать только то электромагнитное излучение, которое возникло после рекомбинации атомов с электронами, атомных ядер с электронами, когда возникли, значит, атомы. А атом, он любую длину волны не поглощает, а поглощает только выбранные длины волн, которые соответствуют переходам между энергетическими состояниями электронов в этом атоме. Вот-вот, Вселенная стала прозрачной. Это я вам напоминаю, что у нас с вами когда-то был такой разговор. Вот, как это дело когда-то вышло. И вот, что я вам хочу сказать. Электромагнитное поле квантуется. Вот такая вот фраза. Построение криво, спектра излучения абсолютно чёрного тела, оно потребовало очень больших научно-теоретических усилий. Все, кто не брался за это дело, они терпели определённую неудачу, причём неудачу очень серьёзную. Были такие два физика известных, Релле и Джинс. Они сделали модель излучения абсолютно чёрного тела, в которой был один изъян. Изъян заключался в том, что по их модели спектр абсолютно чёрного тела имел максимум при нулевой длине волны. Это называлось ультрафиолетовая катастрофа. Чем больше частота излучения, то есть чем меньше длина волны, тем больше получалась его интенсивность, что на самом деле не так. Любое излучение нагретого тела имеет свой максимум. Максимум при какой-то определённой длине волны или частоте излучения, а потом это излучение уменьшается, соответственно, с изменением длины волны. На нулевой длине волны, то есть на очень высокой частоте излучения нет, и на очень низких частотах, на нулевых частотах, на бесконечной длине волны тоже излучения нет. Вот это вот расхождение теории релея и Джинса с фактами имело название ультрафиолетовой катастрофы, потому что получалось, что Солнце мощнее всего должно излучать в ультрафиолетовой области, а отнюдь не в той области, в которой она излучает. Максимум излучения Солнца находится в области зелёного света, такого жёлто-зелёного, вот поэтому оно кажется жёлтым, Солнце, вот, и вот это максимум излучения. Поэтому хлорофилл у нас зелёный, потому что ему хорошо как раз поглощать максимум, он настроен на максимум длины волны, излучая излучение Солнца, которое его, так сказать, кормит, даёт ему энергию. Поэтому наш хлорофилл зелёный. Если бы растения, ну, это так, из области фантазии, росли где-нибудь на планете Солнце, которое очень, скажем так, яркое, то, значит, яркое, и в том смысле, что оно, так сказать, то очень горячее, да, вот горячее и, соответственно, голубое. Холорофилл должен был тогда быть голубым? Нет, отнюдь, он голубым не может быть, по той простой причине, что голубые звёзды, помните, сколько они живут? Несколько миллионов лет. То есть за эти несколько миллионов лет явно такая звезда неспокойная, не может даже обзавестись планетной системой, не то что планетами, на которых растут растения. Вот так вот удивительно природа устроена, оказалось, что хлорофилл, хлорофилл, то единственно известное нам, в общем-то, вещество, которое работает, как сказать, синтезатором сахаров из воды и углекислого газа при освещении их светом. Вот это вот единственное вещество, оно как раз настроено на длину волны излучения Солнца, вот как вот мир устроен, да, хорошо получилось. Ну вот, как вот получилось. Но мы не об этом. Мы о том, что, оказывается, звуковые колебания тоже могут восприниматься как кванты. Где это происходит? В кристаллах. Вот возьмите, например, к кристаллу порядочную, такую вот кристаллическую решётку. Знаете, её любят так вот изображать. Значит, вот эти вот атомы, это шарики. Между собой они связаны не какими-то, так сказать, жёсткими такими палочками, а некими такими вот упругими пружинками. Хорошо, очень пружинками. Вот каждый атом, выйдя из своего равновесия, начинает на этих пружинках колебаться, трястись. И вот эти колебания соседним пружинкам передаётся. И таким образом получается, что в этот колебательный процесс вовлечён весь кристалл. Вот по этому кристаллу бродят вот эти вот возбуждения. Вот эти вот возбуждения как раз называются квантами звукового поля внутри кристалла. Их называют фаноны. Если кванты оптического излучения называют фотоны, ну, это слово фото. Вот помните, есть такое имя греческое, это фотия. На русский язык она переводится как светлана. Ну, или, так сказать, фатинья, если хотите. Вот фотия, то есть она же светлана. А это вот фонон, фоно, фонограмма, да, запись звука. Вот фонон, это вот частичка, иногда ещё называют квазичастичкой. Вообще вопрос очень такой любопытный, что считать частицей, а что квазичастицей. Вообще-то говоря, всё, что не есть в мире, это нечто загадочное и непонятное, всё, что не есть. Просто мы его пытаемся описать на каком-то вот понятном нам языке. Если человек учёный, если он математик, он, значит, там опирается на достижения своей математики, вот, понимаете ли, так вот подставляет туда всякие свои термины, квантование уровней энергии и так далее. На самом деле и фотон-то это тоже квазичастица. Если честно говорить, то и электрон тоже выдуман физиками был в своё время. Электрон-то не существует. Что он, волна или частица, никто не знает. Он и волна, и частица. Хотите называть его квазичастицей? Как говорят, псевдо, то есть частица. Квази-это значит псевдо. Так вот, эти колебания кристаллической решётки квантуются, что называется, и могут быть представлены как вот блуждание по объёму кристалла некой частички. Вот это вот возбуждение переходит из места в место, и вот так вот блуждает по объёму кристалла. Вот эти вот звуковые колебания, звуковые частицы, частицы звука, можно так сказать, фаноны. Есть много разных названий. Вот такое родное колебания могут существовать, например, в плазме. Тогда им назвали другое название, плазмон. Знаете, что такое плазма? Помните, я им говорил, это полностью ионизированный газ. Ну, желательно полностью, или очень сильно ионизированный газ. Отдельно электроны, отдельно ионы. И вот эти вот ионы относительно системы электронной, относительно системы ионов, в принципе, может смещаться. Они должны как-то так примерно быть в равновесии, друг друга притягивая, отталкивая. Это очень похоже на то, что я вам рассказывал про галактики. В галактике тоже звёзды друг друга притягивают. И вот такая вот система звёздная, звёздная динамика, в общем-то говоря, почти целиком в математическом, в плане математических идей была перенесена на динамику плазмы. Только что там были две системы в плазме. Положительные, отрицательно заряженные. Положительные друг от друга отталкиваются, но к отрицательно заряженным притягиваются. А отрицательные друг от друга тоже отталкиваются, а к положительно заряженным частицам притягиваются. Вот в этом, так сказать, отличие плазмы от огромного скопища звёзд. Плазма — это скопище ионов. И вот и в плазме тоже возможен своего рода звук. Эти квазичастицы, которые бегают по объему плазмы, называются плазмонами. Где только нет плазмонов. В Солнце есть плазмоны. Да-да-да. Вот эти всякие процессы, которые в Солнце идут, там различаются самые разные процессы. Есть процессы более-менее глобальные, связанные с колебаниями поверхности Солнца, скажем так, солнцотрясения. Эти солнцотрясения порождают внутри Солнца уйму плазмонов, которые бегут по нему, как шум, как звук, передают возбуждение в другие участки Солнца. Как свет, когда он проходит, освещает нас Солнце светом. Вот квантики прилетают к нам света, фотоны. Они нагревают нашу кожу, нагревают наши теплицы, и плавят асфальт. А эти фононы переносят энергию, простите, плазмоны уже, переносят энергию другим участкам солнечной плазмы. Очень важны плазмоны для тех, кто пытался когда-то заниматься управляемым термоядерным синтезом. Да, он и сейчас им пытается заниматься кое-кто. Там он делается в плазме. Вот в этой плазме тоже возбуждение существует. Эти плазмоны их называют. Еще такое слово интересное – магнон. Вот оказывается, есть еще волна перемагничивания. Перемагничивается что-нибудь на магнитные звукозаписи. Пленочка намагничена определенным образом. А представьте себе теперь такой, так сказать, хаос всех этих вот намагниченных магнитиков, да, каждый из которых является, как бы это сказать-то, ну вот, например, электрон сам по себе. Это магнитик. Магнитик – это маленький, давайте так представим, маленький электрический шарик, который вращается вокруг своей оси. Что будет, если течет кольцевой ток по витку? Помните, как катушки индуктивности такие в учебнике по физике рисовали? У них возникает магнитное поле. Каждая катушка индуктивности или каждый вращающийся заряженный шарик – это маленький магнитик, у которого есть северный и южный полюс. Он может как-то устанавливаться, да, определенным образом. Вот у электронов, это квантовые сугубо частицы, у них такое свойство, что он относительно поля может занимать только два положения – либо по полю, либо против поля. Вот, соответственно, он имеет разную энергию. Значит, у него разная энергия записена. Когда он из положения против поля поворачивает положение по полю, значит, энергия какая-то у него выделяется. Так вот, эти частицы, такие как электроны с полуцелым спином, сейчас мы дело всё к звуку переведём, они обладают удивительным свойством. Они фермионы. Вот частички с полуцелым спином подчиняются статистике ферми дирака. Ферми такой, или ферми, Энрико Ферми, великий итальянский физик, который лучшую часть своих работ сделал в Америке уже, когда он делал там атомную бомбу, атомный реактор во время войны Второй мировой. И вот эта статистика ферми, или ферми, как, не знаю уж, как лучше стоять ударение, заключается в следующем. Она учитывает то, что частички с полуцелым спином не могут две частички находиться в одном энергетическом состоянии. Это их такое свойство. Вот благодаря этому свойству частиц с полуцелым спином мы имеем богатство химических элементов, да? У нас там не скапливаются все электроны на нижней оболочке электронной в атоме, да? Распределены по оболочкам, потому что они, каждая из электронов, значит, на каждом из уровней может находиться не больше двух электронов, отличающихся друг от друга направлением спины, ориентацией спины. Вот так вот. А есть частички, которые называются частичками бозе, которые называют бозонами. Они подчиняются статистике известного очень индийского физико-теоретика Бозе. Статистика Бозе-Эйнштейна называется еще. Вот эти вот бозоны, они обладают целым спином. И вот этой заморочки, что есть у фермионов, у частичек, таких как электроны, у них нет. Вот если бы электроны стали бозонами, вы не представляете, каким бы это свойством их привело. Вот смотрите, есть у вас, скажем, кусок металла. Помните, чем замечательный металл? Он хороший проводник электричества и тока. И вот эти вот частички, электрончики, которые были на наружных оболочках атомов, они у них обобщены. Это называется металлическая связь, как бездомные собаки бегают по колхозу. Приложили электрическое поле, электроны побежали в нужную сторону, да? Был такой разговор. Но пока они бегут, они удаляются от кристаллической решетки, энергию свою рассеивают, теряют. Поэтому возникает электрическое сопротивление. Беда всей, так сказать, электротехнической промышленности. Вот были бы проводники без электрического сопротивления. Их сверхпроводники называются. И самое удивительное, что, оказывается, эффект сверхпроводимости существует. Впервые его наблюдали на ртути. В общем-то, ртуть вообще, можно сказать, никакой проводник. Если ртуть очень сильно охладить, ну, сначала она замерзнет, превратится в металл. А еще сильнее охладить до температур, скажем так, жидкого гелия. Она станет сверхпроводником. В ней пропадет электрическое сопротивление. Это очень феноменальная вещь. Очень долго люди бились над тем, чтобы объяснить, почему же возникает сверхпроводимость. Оказалось, дело в следующем. По непонятным причинам, ну, по непонятным, скажем так, вот для нас с вами, по неким причинам, при охлаждении электроны начинают объединяться в пары. Понимаете как? Это ведь два магнитика. Представьте себе два магнита. Значит, северный полюс одного магнита к южному полюсу другого. И, соответственно, свой северный хвостик пристроят к южному хвостику другого магнита. В результате что получится? В результате получится, что частичка, вот такой, такой магнитик, магнитным полем-то обладать не будет, да? Мы взяли два магнитика, они были вот в одну сторону на магничном. Это повернули, а так приложили. Все, нет магнитов. Вот по непонятным причинам электроны объединяются в такие пары. Такие пары называются куперовскими. Ну, знаете, мне очень нравится такая аналогия. Вот когда в бочку укладывают, так сказать, сельди, да, так вот ровненько слоями на экспорт, то как делают? Голова к хвосту, голова к хвосту плотнее они уложены будут, да? Потому что головка толще, хвост тоньше. Такая аналогия дикая, совершенно непонятная и не физическая, но очень запоминающаяся. Вообще, я уж вам не первый раз пытаюсь доказать, что в физике нет каких-то таких вот сверхразумных истин, которые можно понять. Их можно только себе представить как-то наглядно и запомнить, зазубрить. Фактически это некие, ну, как говорится, мнемонические правила, да, правила для запоминания. Все эти вот формулы и так далее. Вот так вот, как сельди в бочке лежат эти электроны друг в друг. Голова к хвосту, голова к хвосту. И что получается? И получается, что парочка электронов объединяется в квазичастицу. Квазичастица. Квазичастица, у которой нету спина. Вот нет этого самого вращательного момента, нет магнитного поля. У нее спин целый, он равен нулю. То есть вот такого рода частицы уже не подчиняются, они не обязаны подчиняться статистике ферме. То есть они не занимают каждая вот, так сказать, пара по одному энергетическому уровню. Теперь эти пары все сыпятся на самый нижний уровень. Они все на нижнем уровне. Они все друг другу не мешают. И, соответственно, они друг с другом не взаимодействуют. Вот представьте себе, как ведутся электроны. Вот скажем, вот на этом уровне живут два электрона. Ну, мальчик и девочка, скажем, да? Муж и жена. Вот живут они на нижнем уровне. К ним уже вниз, уже никто не спустится. Только этажом выше есть место, где поселиться. Вот там еще одна пара поселилась. Следующий еще этажом выше. А тут и так же и ватами. Значит, в кристалле металла, да? То есть металлическом, так сказать, куске металла, да? Вот такая же ситуация. То есть все хотят, кстати, на первом этаже жить, да? На самом нижнем электронном уровне находятся вот эти вот, так сказать, пары. Мальчик, девочка. А их то не пускают. Ну, тут занят уже. Мы заняли эту квартиру. Мы заняли этот уровень. Они вот друг друга толкают. И это приводит к чему? К электрическому сопротивлению. Толкаются, трутся друг об друга, пинаются. А вот эти вот, когда они станут парами, Куперовские пары это называется. Купер, физик такой. Вот по его имени, а не по имени Джеймса Фенимора Купера. Названы эти пары Куперовскими. Вот когда они объединятся в Куперовские пары, в некие такие бесполые существа, которые не просто мальчик, девочка, а что-то такое типа сиамских близнецов. Они все живут на первом этаже, все могут жить на нижнем энергетическом уровне, да? Понимаете, какая ситуация? Если их чем-то подогревать, да, они могут и такие пары перескакивать на более высокие уровни, да? Но если их не греть, дать им остыть, они все оплывут, опадут на нижний уровень. Толкаться они друг к другу уже не будут. И не будет никакого, простите меня, как вам сказать, никакого электрического сопротивления не будет. Они не будут друг другу мешать жить. Видите, как здорово они получились. Друг другу жить не будут мешать. А кругом-то ведь вот эти вот атомы, может, они об атоме будут ударяться. Понимаете, и тут есть еще одна вещь. Вот тут мы уже непосредственно в звук упираемся. Оказывается, частички с нулевым спином при очень сильном охлаждении не будут взаимодействовать и с соседями. Они будут испытывать, так называемые, ну, проявлять явление, да, нехорошо сказано, да, являть миру сверхтекучесть. Они будут обтекать вокруг соседних вот этих вот частичек, течь. Более того, одновременно в жидкости могут существовать две подсистемы. Сверхтекучая и несверхтекучая. Вот несверхтекучие частички будут друг об друга тереться и, значит, терять энергию. А между ними будут протекать сверхтекучие компоненты. Видите, как? Чем они друг от друга отличаются? А тем, что в сверхтекучей компоненте возбужден определенный звук. То есть это как бы два звука, которые распространяются сквозь друг друга, не меняя положение. Помните, такой был в оптике, в электродинамике принцип суперпозиции? Не помните? Ну, он заключается в следующем, что если мы будем одновременно говорить с вами, да, то ваш звук отдельно будет существовать, и мой звук отдельно будет существовать. Мой звук отдельно будет распространяться вот в среде, и ваш звук отдельно будет распространяться в среде. Вся беда только в том, что если вы будете кричать очень громко, мадам я хочу сказать, я к какой-то мадам обращаюсь, то тогда начнётся нелинейные эффекты. Ваш звук будет таким сильным, что он будет искажать вот этот кругом нас воздух, будет как бы ударная волна, и мой уже звук на вашем фоне просто не сможет распространяться. Это называется нелинейная акустика. Так вот, чтобы этой нелинейной акустики не было, чтобы была сверхтекучесть, нужно, чтобы тот, кто кричит, тот, кто движется там, вот в такой виде обычной жидкости, понимаете, вот эти вот волны звуковые в этой жидкости сверхтекучей распространяются отдельно, а те отдельно, они друг другу не мешают. Если уж очень сильно кричит, вот обычная жидкость сильно слишком течёт, слишком она нагрета, слишком высока температура, уже разрушается вот эта вот среда для распространения вот такого вот сверхпроводящего звука, сверхтекучего звука, да, и разрушается сверхпроводимость. Это всегдашняя проблема, кстати говоря, как создать сверхпроводимость на высоких температурах. Вот оказывается, ну, до сих пор, так, на достаточно высоких, то есть комнатных температурах, создать сверхпроводимость не удавалось. Её так довели отчётливо для температуры жидкого азота, это был большой триумф, на всех выставках показывали, значит, такие сверхтекучие, сверхпроводящие кусочки, которые, стоит их погрузить в жидкий азот, становятся сверхпроводниками. Ну, это как-нибудь я, когда буду о сверхпроводимости рассказывать, про это дело расскажу, но вот имейте в виду, что и сверхпроводимость, и сверхтекучие непосредственно связаны со звуком, вот с этими вот возбуждениями, которые в данном случае распространяются в некой жидкости, состоящей из частиц БОЗЕ, то есть не обладающих спином в данном случае. Они так вот хорошо магнитик к магнитику прижались, образовали куперовские пары. Вот когда несверхтекучие электроны начинают уж очень сильно суетиться, они разрушают куперовские пары и не дают течь сверхпроводимость, току сверхпроводимости, да, то есть тот, который потерь не испытывает в веществе, да, не нагревает его, не теряется. Вот какая штука происходит со звуком. Так вот, я еще раз хочу вам попытаться в голову вложить следующий факт, что звук в нашем понимании колебания волн, да, вот мы живем в звуке, да, ну те, кто не является глухим, да, мы все слышим, мы слышим колебания волн, мы его себе представляем как волны сжатия, которые распространяются в газе. И это правильно. Но если разобраться по существу дела, то в некоторых случаях, например, в твердых телах, вот эти вот маленькие колебания решетки, по сути дела, тоже звук. Можно представить очень похожим образом с тем, что мы себе представляем о электромагнитных колебаниях, да, электромагнитных колебаниях мы представляем как некую сумму. С одной стороны, это действительно изменение, значит, электрического поля, а с другой стороны, это некая сумма квазичастиц, которые принято называть фотонами. Даже это вот, я вот боюсь, что услышит физик-профессионал, слышит, как, что я называю фотоны квазичастицами, никто так их не называет. Но в принципе говоря, разница между фотоном и фаноном, или каким-то там магноном, плазмоном, так сказать, полироном, всякие такие вот вещи есть названия, большой разницы нет. И то, и другое, это квант некого колебательного поля, вот, частич, квазичастица, которая ведет себя так, как частица. Вот эта вот энергия играет, бегает по кристаллу в виде фанона, да, фаноны разбегаются по кристаллу. Когда мы подогревать начинаем кристалл, да, как в нем распространяется энергия? Вот помните, что бывает, если мы греем, скажем, газ, да, как мы это все со школьницами представляем? Быстрее начинают бегать в этом месте молекулы. А в кристалле молекулы ведь бегать не могут, правда? Они находятся в каких-то вот в определенных местах, да и вообще в твердом теле. Они начинают сильнее колебаться? Не совсем так. Возникает вот такое вот энергетическое поле, скажем так, поле вот этих колебательных движений. Эти колебания бегают по кристаллу, как частички, как фаноны. И более того, эти частички могут в одном месте набежать, их может очень много, вот эта вот энергия флуктурирует по объему, да, и, скажем, разорвать связь химическую. Вот эти вот пружинки, о которых я говорил, соединяющие между собой атомы кристалла, это химические связи между ними. Они могут взять и разорвать эту связь. Что произойдет? Ну, произойдет разрушение в этом месте, маленькое, микроскопическое, так сказать, на атомном уровне разрушение кристалла, появится разорванный кусочек связи. Если в это место такое вот более нагруженное, знаете, как вот взяли, что-нибудь изогнули, натянули вот так вот в этом месте, вот более нагруженное место, да, растянуто. И вот тут, может быть, не 10 фанонов надо, чтобы в одном месте собрали, чтобы разорвать химическую связь одного, а 9 хватит. Да, поэтому здесь будут они чаще собираться и лопаться, и будет расти зародыш трещины до тех пор, пока вот такая вот изогнутая конструкция не лопнет, да. Да, стояла, стояла какая-то вот такая конструкция, держала, держала крышу. Потом в самый неподходящий момент выросла трещинка, быстро, хлоп, и лопнула, и рухнула крыша, которая много лет, может, даже много веков простояла. Кончилось ее время. Работал, работал кабель, передавал, передавал электроэнергию, или там телефонные переговоры, или телеграфные сообщения, и закоротило жило. Что случилось? А это вот тут вот произошел пробой между, значит, проводниками, да, разрушился диэлектрик, потому что там тоже это вот колебания этих химических связей были, и фаноны иногда собиралось слишком много, и какой-то вот нагруженный кусочек кабеля, чуть-чуть перекрученный, стали они эти фаноны разрушать, разрушать и разрушили. Так что, видите, вот все эти фанонные процессы, кроме чисто такого познавательно-поучительного свойства описания сверхтекучести, сверхпроводимости и прочих сверххороших вещей, имеют еще явно негативные стороны. Именно из-за фанонов происходит разрушение материалов. Именно из-за них, в частности, в том числе происходит их старение. Вот старение всяких таких конструкций, разрушение. Поэтому динозавры, которые жили много десятков миллионов лет назад, могли иметь цивилизацию, строить дома эльфи, левой башни, но все это с тех пор из-за фанонов разрушилось, развалилось, перемешалось, и остались только кости, пропитанные кремнием. Удачи вам, всех благ. Жду в следующий раз. До свидания.